Итак, пространственные динамические модели электрических и магнитных линий. При рассмотрении предлагаемой модели, конечно, будет использована мысль, которые высказывались очень многими людьми и с самых ранних примеров. И сейчас, конечно, в эру исследований в макро-космосе и в микромире вроде бы ничего... Ну, вроде все исследовано, казалось бы, да? Но когда мы рассматриваем вопросы пространства, то всегда возникает вопрос. А каким образом электрическая магнитная энергия через пространство распространяется на очень большие расстояния? Ну, по-моему, значит, пространство, то есть электрический вакуум в этом пространстве и электрические энергии должны для этого обладать исходными свойствами. И эти свойства должны быть механическими. А какими механическими свойствами обладают электрический магнитизм? Ну, известно, что это вихревые поля. То есть при изменении одного поля мы в пространстве получаем вихревое в другой. То есть при электрическом магнитной, при магнитно-электрическом. Вот. Второе, что известно, они распространяются по линиям. И обладают моторными свойствами, то есть силами. То есть при своих изменениях они на пространство, на среду, где происходят изменения, оказывают силовое воздействие. Ну, современная гравитационная гипотеза предполагает такую последовательность категории. Пространство. Существует пространство, оно бесконечно и однородно. В этом пространстве существуют тела. Тела обладают физическими свойствами, физическими и химическими свойствами. Тела, я имею в виду химические элементы, кластеры из этих химических элементов и системы. Они обладают химическими, физическими свойствами. Обладают силами, электрическими, магнитно-электрическими, и находятся в движении. Движение предполагается, при этом предполагается, что движение образовано по случайному закону. Тела обладают силами гравитации, и благодаря этому при своем движении относительно друг друга двигаются по коническим. Существует траектория, траектория конечных сечений. И сейчас мы наблюдаем в науке такой процесс, когда при исследовании макро-космоса и микромире используются очень сложные объяснения, которые оперируют большими количеством метрик и процессных измерений. Но даже благодаря тому, что используют такие логические методы, все равно ответы на вопрос, а что было до того, как образовались тела, такого ответа дать невозможно на основании всех этих научных предпосылок. Предлагаю следующую последнюю категорию. Пространство. Пространство, как вместилище физического вакуума, должно быть как плотно упакованное силовое поле. Оно бесконечно и замкнуто на себя. Обладает динамическими свойствами, сродными с электрическим иммунитизмом, с электрической магнитной энергией. И мы его видим как физического вакуума, как невозмущенное. То есть оно должно обладать свойствами комплементарности и комплементарности, которая предполагает наличие для каждого истока сток. То есть, когда сток и исток находят друг друга. Только тогда в вакууме, когда все истоки и истоки совмещены, мы не можем обнаружить возмущение. Но мы знаем, что мы наблюдаем при ядерных реакциях и исследованиях, что частицы могут откуда-то возникать и куда-то исчезать. Они возникают из физического вакуума и туда же обратно уходят. Но для этого должен быть какой-то механизм. Для этого физический вакуум должен обладать уникальным свойством – движением. Движение должно обладать механическими свойствами сходными с электрической магнитной энергией, то есть физическими силами и распространяющимися по линиям. И в местах пересечения линий, которые можно назвать точкой, то есть точкой – это место пересечения линий, образуются тела. То есть при масштабном факторе в результате пересечения линий малого масштаба мы будем иметь химические элементы. При повышении масштабного фактора, то есть объединении линий в каналы, при пересечении канала, мы уже будем иметь кластеры. И в соответствии, когда у нас есть потоки канала, мы будем иметь системы. Вот предлагается такая последняя категория. Естественно, для этого мы должны думать о том, какие предполагаются механические движения. Для этого нужно сделать предположение в виде правил, которое говорит о модели строения линий поля. Итак, что известно о линиях поля? О силовых линиях поля известно, что они обладают конверно-моторным эффектом и распространяются по линиям, и в результате своих изменений и напряженности как-то влияют на свет. Ну, эти законы были исследованы еще в середине 19-го столетия. Вам они хорошо известны. И вот пример того, как электрическая линия будет воздействовать на свет. Мы знаем, что при усилении потока вокруг линии электрического поля возникает пихревое поле вправо, и вектор его распространяется будет вправо. При уменьшении вектор будет влево. Это законы, которые еще... Ну, Максвелл. Были подтверждены... Ну, это все известно. Я не буду останавливаться на именах и фамилиях. Вам они все хорошо известны. Я только показываю саму физику модели. То есть, если предположить, что линия Е электрического поля есть спиральный канал с левым винтом, то при усилении напряженности получается вихревое магнитное поле, которое будет иметь правое направление и при уменьшении, естественно, влево. Вот. Соответственно, для линии H-поля, для линии магнитного поля будет все наоборот. Если предположить, что линия H-поля есть спиральный канал с правым винтом, то есть правая спиральность, то при его усилении вектор контрмотровной силы будет влево проверяем. И при уменьшении напряженности будет наоборот. Дело в том, что если представить, что это только одна спираль, это будет неполная модель. Потому что действие электрических и магнитных линий оно пространственное. Тогда предположим, что модель строений линии поля будет как суперпозиция винтовых движений. То есть для H-поля, для магнитного поля это будет суперпозиция правых движений, а для линий электрического поля суперпозиция левого движения. Для винтовых линий в механике рассматривается для спирали. Если витовую линию растребить на плоскости, то есть если у нас с элитом, и на нем есть один виток спирали, то если мы посмотрим на плоскости, то мы увидим этот треугольник. Развернем. У нас есть образующие гердостальные, образующие вертикальные. Предлагаю этой модели рассматривать угол наклона винтовой лилии вертикальной образующей. Обозначим его углом гамма. Тогда, если у нас есть линия 1, вокруг нее намотана с правым заходом, то есть с правой спираль, линия 2, и вокруг нее с правым заходом, то есть с правой спираль, линия 3, и можно обозначить углы между линиями. Вот это образующие. Тогда угол гамма будет между касательной и параллельно перейти на образующий. вот угол гамма. И тогда угол гамма для между образующей этой спирали и касательной этой будет как показано вот здесь. Вот. Вот. Когда мы рассматриваем суперпозицию металлодвижения, дело в том, что надо еще и определиться. Хорошо. И, допустим, модель именно такая. Но что происходит у нас в среде, где распространяется? Дело в том, что в физике подлинных средств известно, что при усилении потока через среду происходит сжатие среды вокруг этого потока. Ну, это уже исследовано и вернули и так далее через средство. Вот. И используется. И тогда сделаем второе предположение, что зависимость между направлением и скоростью влияющей силы и последующими механическими изменениями в среде распространения как в электродинамике так и в динамике подлинных средств единой. Действительно. Мы знаем еще в середине 19-го столетия, что есть правило ленца, правило левой руки, что при увеличении потока энергии, увеличении количества ленин поля через проводящий контур происходит сжатие этого контура. В радиотехнике этот эффект известен. Ну, и вы все это знаете, когда используют трансформатор 50 Гц, как он работает? Он работает с щитом до 50 Гц. То есть он гутил. Если увеличить частоту колебаний, то естественно он будет глить по-другому. Что изменяется? Вибрирует обмотка. То есть это является процесс изменения проводящего контура при увеличении или ослаблении количества линий через этот контур. потока. Прошу, прощения, извините, сколько у меня осталось? Еще 15 минут прошло. Спасибо. Вот. Ну, здесь показано процесс изменения относительно изменения радиусов при увеличении потока. Допустим, у нас есть отток вдоль линии распространения. Тогда у нас радиус намотанный будет постепенно сжиматься. Все меньше и меньше. тогда радиус следующей намотки следующей намотки на предыдущую будет сжиматься вокруг него. При ну, я здесь не буду сокращивать этот момент. Значит, когда у нас радиус деферента будет уменьшаться, радиус эпицикла вокруг него тоже будет сжиматься. Но так как это суперпозиция металлого движения, тогда последующий эпицикл для этого тогда этот эпицикл для последующего будет деферентом. в котором будет все наоборот. Если первая линия сжимается, то есть увеличивает свой шаг, увеличивает напряженность поток в линии, последующая вторая сжимается вокруг нее, тогда третья последующая к этому эпициклу будет распрямляться. И поток в ней будет увеличиваться. А поток во второй будет уменьшаться. обратив это в математические формулы, можно предположить третье правило, которое говорит о последовательности изменения расстояния между центрами линий тока в спиральном канале. То есть в канале распространения, в котором есть линии электрического поля. Значит, здесь этот блок здесь говорится о том, что каждая предыдущая является деферентом, каждая последовательная является эпициклом. и так далее. Обозначив их 1, 2, 3, значит, задав диаметр спирального канала и просчитав радиус первого дифферента по этим формулам мы можем рассчитать радиусы подстоящих дифферентов, которые будут изменяться вот по такому закону. Отношение радиуса первого к произведению коэффициента k на тангет гамма все это в степени n-1. То есть это радиусы для n-ных эпициклеров. Но мы здесь должны рассматривать, так как у нас происходит усиление потока в первой, то значит во второй должно уменьшаться и скорость в нем, и радиус его, и так далее, и так далее. Вот, по этим правилам мы определяем, что у нас получаются четные и нечетные линии тока. Если у нас в нечетных увеличивается напряженность и скорость потока, то в нечетных он будет уменьшаться, они будут сжиматься. Тогда последующая будет нечетная для нее будет вычерение потока. рассмотрим, как это получается. Мы предположили, что они спиральные каналы, они изменяются, предположили, как меняются радиусы и как они двигаются. И как они двигаются. Предположим, у нас есть пример, что изменяется во время напряженность магнитной линии. Она увеличивается. тогда у нас движение среды будет влево. Вот показано, как направление изменения вихревого линия поля. Основное. но это увеличение в первой линии. Тогда напряженность во второй будет уменьшаться. И она будет сжиматься и стягиваться вокруг первой. шаг у нее уменьшается. радиус уменьшается. т.е. происходит вращение вправо. т.е. т.е. сложим движения влево и вправо мы получим вихревую линию 5000 поля. это вот в качестве примера динамики как получается какая последовательность изменения когда мы рассматриваем формулы которые показывают изменение радиуса последствия изменения радиуса при изменении напряженности в спиральном канале то мы должны рассматривать угол наклона угол наклона при изменении угла наклона его тангенс будет изменяться от нуля до бесконечности причем причем тангенс угла наклона будет равнять единиц при 45 градусах это вот что касается вот этого итак радиус последующего дифферента то есть радиус перецикла будет зависеть от предыдущего обратно пропорционально изменению угла наклона то есть когда у нас угол между винтовыми линиями изменяет уменьшается уменьшается то тогда вот то угол уменьшается то приближается к нулю тогда у нас если угол уменьшается приближается к нулю тогда радиус перецикла становится удаляется на большие расстояния это динамика изменения если у нас угол между то есть увеличивается напряженность линии радиус уменьшается и последующая начинает уменьшать радиус и шаг тогда вот угол стремится к 90 угол стремится к 90 градусов и радиус уменьшается вопрос скорости вопрос скорости у меня еще не до конца проработан но требует исследований вот и практических опытов естественно а чистотеоретически чистотеоретически скорость линии обратно пропорционально тангенсу угла наклона то есть когда у нас угол наклона между линиями последующей линии относительно линиях относительно предыдущей будет стремиться к нулю тогда скорость линии стремится к бесконечности это чистотеоретически когда мы рассматриваем этот процесс в колебательном контуре когда рассматриваем этот процесс в колебательном контуре предположим что у нас имеется источник и есть сток здесь большой потенциал который должен пройти через среду через среду до стока возьмем два периода когда у нас есть увеличение напряженности линии поля и второй период когда напряженность спадает вот это на границе вот на этом границе увеличивается спадает тогда у нас в таком пространственном контуре будет происходить изменение электрических магнитных линиях вот по такому закону здесь мы видим направление магнитных линий допустим здесь магнитные линии вверх и напряженность магнитного поля максимально напряженность рептического поля мало будем рассматривать вот этот участок и направление в процесс вихревых полей будут как показано как получается из феноменологической модели токопровода правой намотки токопровода правой намотки левой намотки то мы получим 16 неповторяющихся пространственных изменений пространственных изменений линии поля неповторяющихся токопровода в процессе взаимодействия линии поля в пространственном кодере есть случаи когда у нас происходит совпадение распространения электрической магнитной линии когда они распространяются в одном направлении тогда образуется модель модель фотона чем она особенно особенно тем что в местах сечения при мы этот рисунок дам для положения когда угол наклона линии спирального канала 45 градусов мы знаем что тогда у всех линий по которым распространяется энергия угол наклона именно такой у всех 45 и происходит сборка сборка всего спирального канала со всем количеством линий тока очень узкая часть самая узкая часть спирального канала она именно в случае когда углы наклона в линиях спирального канала 45 градусов и рассматривая этот момент относительно других вот этот рисунок дам для 60 градусов угла на пол 60 градусов угол дам это для это для 60 это для 45 металл когда мы сделаем элементарную операцию сложения пересеченных с горостей векторов элитерических и магазинных линий пересекшихся в месте сечения в месте сечения это фонтур средств места сечения то тогда мы увидим что самое максимальное коэффициент скорости будет именно в этом случае когда угол наклона гамма 45 для всех три коэффициент усиления в этом случае у нас получается в 10 раз вопрос завершаем да пошли так задают вопросы люди понявшие и не понявшие пожалуйста вопрос такого плана очень интересная лекция вот вопрос такого а что создают линии магнитного поля статического поля статического они вот есть а что же их создают как я предположил есть движение есть вакуум обладает уникальным свойством движения при при этом при этом движении организован вот по этому образу ну это электромагнитная линия это уже электромагнитная вот я беру магнитная и беру электростатическая что создает поля вакуума сейчас электростатическая когда мы говорим что электростатическая то у нас поля нет рядом но это не значит что там нет движения есть силовая что движется что создают эти линии манилии парнейские линии создает поля что материальная цела стоп стоп отвечаю значит этот на этот вопрос у меня нет ответа я рассматриваю здесь только динамическую модель как это движение следующий вопрос пожалуйста Александр Александрович да Александр Александрович простите скажите пожалуйста если вы считаете что среда пространство является ну электромагнитным полем то что будет происходить в таком случае в каждом районе Санкт-Петербурга в микрорайоне стоит трансформаторная подставка если пространственная среда несет в себе электромагнитное поле то что будет происходить вокруг какое взаимодействие и что будет происходить с нашей точечкой планеты находящейся в космическом пространстве если она окружена электромагнитным полем ну можно с последним вопросом значит с нашей матушкой планеты не будет происходить с ней уже происходит и мы действительно находимся в этом поле и на луче аспиранок а геометрия пока не будет состояться нет времени ответ на второй вопрос дело в том что когда мы я рассматривал модель для для идеального колебательного контура у нас в среде есть свойства если есть проводящий контур то при при увеличении линии поля возникает возникает магнитное возникает магнитное поле которое создает вторичное электричество которое противоположное предназначение уменьшаем добавить маленький вопрос чуть-чуть а что является причиной образования электромагнитного поля пространства какая физическая сущность да нет здесь наверное играет роль действительно трансформационная будка на одних действует на всех по-разному по-разному и в зависимости от среды чем больше влаги ну и так далее пожалуйста знаете мне очень понравилась ваша работа потому что она вот как совершенно независима совершенно абстрагирована но она рассматривает теорию эфира давайте договоримся забываем поля которые релятивисты поля вещественные материальные это окрышка релятивизма то есть вы работаете с эфиром это то что я увидел мало того я увидел что у вас связано здесь ваши работы с работой Кастеррина которого в свое время Ландау закрывали в 32 году он попытался свести воедино механические поля процессы в среде и электромагнитные его закрывали тогда вы продолжили эту работу вы слышали этих работ от Кастеррина нет у него одна работа была двана в общем-то осень у меня просьба есть адрес да конечно подойдите вам рекомендую подойдите Владимира Киевовича Батюкова он здесь понимаешь просто вы осень это опасно я использовал пожалуйста вертите в некий вопрос у меня просто маленькая ремня я вообще как в жизни сегодня вы знаете трансформаторе у меня не обморки а в 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